Здравствуйте! Это факты мнения. О казне региона и вообще о финансах просто и доступно. Жители Краснодарского края стали победителями в федеральном конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан. 8 проектов из нашего края стали лидерами ежегодного открытого всероссийского творческого испытания, которое проводит Минфин России и финансовый университет при правительстве страны. В прошлом году, например, в этом конкурсе лучшими были признаны два проекта из Краснодарского края. В этом уже восемь. Такой результат представители Министерства финансов края объясняют тем, что в регионе выбранная применяется правильная политика по повышению финансовой грамотности населения. Что же с тобой представляют работы авторов-победителей, почему их признали лучшими и какую оценку участникам из Краснодарского края дают в региональном Минфине? Сейчас мы это обсудим с гостем программы Александром Кравцовым, первым заместителем министра финансов Краснодарского края. Александр Геннадьевич, я вас приветствую. Во-первых, поздравляю с тем, что такой хороший результат мы показали на федеральном смотре таком. Я думаю, что для Министерства это тоже особый повод для гордости, так? Да, совершенно верно. Здравствуйте. Конечно, мы гордимся тем, что наши победители, победители нашего регионального конкурса побеждают в федеральном конкурсе и что Краснодарский край уже на протяжении 6 лет мы участвуем и периодически завоевываем те или иные места. По крайней мере, призерами мы становимся все время. Да, мы вас не случайно пригласили. Хочется узнать, каково участие Министерства финансов региона, нашего Краснодарского края в этом конкурсе федеральном. Как давно складывается, уже сложилось хорошо сотрудничество ваше? Конкурс проводится на протяжении 6 лет, как я уже сказал. Организатором конкурса является университет при правительстве Российской Федерации, финансовый университет, под патронажем Министерства финансов Российской Федерации. В крае у нас за проведение конкурса, соответственно, отвечает Министерство финансов Краснодарского края. Ну и мы также плотно работаем с филиалом финансового университета при правительстве Российской Федерации, находящимся у нас в городе Краснодаре. Прежде чем мы подробно поговорим о победителях, о проектах, что они собой представляют, насколько важно нашему Министерству финансов региона участие в подобном конкурсе, в этом и еще других? Что это нам дает? Какой положительный опыт и результат? Ну, много различных направлений, конечно, преследуются при проведении этих конкурсов. Ну, во-первых, это участие в самом конкурсе непосредственно. Наш Краснодарский край является лидирующим субъектом Российской Федерации по многим направлениям, в том числе и финансовой области, и Министерство финансов постоянно участвует в различных конкурсах, и мы хотим, чтобы наш край везде побеждал. Помимо этого, сам интерес к конкурсу, нам важно участие молодежи, мы привлекаем студентов. Порой работы даже рассматриваются руководством министерства, и порой применяются в практике некоторые моменты, которые предлагают наши студенты. Это действительно так. Ну, вы как представитель Министерства финансов региона, как оцениваете работы, которые были представлены на конкурс? На предварительном этапе, я еще имею в виду. Вообще общий поток работ. Ну, да, вот, допустим, в этом году к нам на конкурс представлено 50 работ по пяти номинациям среди физических и юридических лиц. Значит, в этом году работы, конечно, были великолепные. Там были такие интересные моменты рассмотрены, применены уже совершенно какие-то новые технологии, что позволяют наши компьютерные технологии. И финансовые органы привлекают, и органы, ну, средства массовой информации, как бы для создания, да, своих роликов. Вот, победивший ролик, у города Новороссийска, как юридическое лицо финансового управления. То есть, давайте сразу поясним, что к участию допускаются не только обычные жители Краснодарского края, но это могут быть организации, даже муниципалитеты, верно? Да, совершенно верно. Какие еще категории, вот, по вашему опыту, что там было представлено? Ну, вообще на федеральный конкурс представляются работы и школьниками, и студентами, и просто жителями, которые занимаются каким-то образом в сфере финансов, и юридическими лицами, как финансовыми управлениями, так и различными филиалами финансовых вузов, и, ну, да, в основном вот именно эти. Ну, вот вы, как представитель Минфина, какую-то поблажку делаете на возраст, скидку, если участвует и школьник, и, допустим, муниципальное образование. Их судить одинаково сложно. Вы знаете, порой даже и не надо скидок делать, потому что, да. Да, очень сильные, да? Сильные работы, действительно сильные. Тогда как они должны быть представлены? В бумажном варианте это что-то вроде доклада, да, своих мыслей, изложенных на бумаге, или это электронная версия, флешки? Работы, как правило, представляются в электронном виде. Ну, мы принимаем их по электронной почте, заполняется специальная анкета, да, в которой указываются все данные, необходимые для участия в конкурсе. Все это прописаны, все эти правила на нашем сайте Министерства финансов Казандарского края. Вот объем работы, ну, в среднем какая? Объем работы, ну, вот если рассматривать презентации, там, PDF-а, то это от 12 до 40 листов. Ну, вот, допустим, вот в этом году одна замечательная была работа. Бюджет, ну, алфавит создан в виде бюджетных терминов. Ну, понятно, 33 буквы алфавита, соответственно, да, весь алфавит представлен бюджетными терминами на каждую букву, отдельный листик. Так, и в этом году у нас победило 8 работ. Разница колоссальная. То есть, если даже сравнивать с прошлым годом, это от числа 2 мы такой скачок сделали. Минфин это радует? Конечно, конечно, мы очень рады этого. Таких результатов ожидали? Ну, наверное, нет. Не ожидали мы, конечно, что так много работ победит, потому что с каждым годом конкурс получает все больше и больше развития, все больше субъектов России участвуют в этом конкурсе. И так, чтобы мы вот победили, прям взяли 8 призовых мест, это, конечно, очень нас радует. Какие были категории и как вообще строилась такая конкурсная программа? И мы не назвали муниципалитетом, муниципальное образование, откуда были авторы, собственно, работ победивших? Ну, я тогда вкратце немножко расскажу по всем номинациям. Значит, в конкурсе в этом году утверждено 5 номинаций. Это бюджет, сколько я плачу и что получаю. Вторая номинация – бюджет в вопросах и ответах. Третья – бюджет в стихах. Четвертая – бюджетный квест. Пятая – лучший видеоролик о бюджете. И шестая – это лучший проект, представленный о бюджете видео. Это от юридического лица. В каких номинациях Кубань взяла все золото? Ну, да, у нас вот в первой номинации бюджет, сколько плачу и что получаю. Второе место в федеральном конкурсе заняло две работы. Они разделили второе место, ну, по очкам так получилось. Это Копылова Дарья из города Краснодара. Это финансовый университет при правительстве Российской Федерации. Студентка. И тоже два студента из города Новороссийска, также из филиала финансового университета при правительстве России. Это Кольцук Надежда и Кургаев Антон. По второй номинации бюджет в вопросах и ответах. Первое место у нас в федеральном конкурсе Булова Надежда и Рипоненкова Елена. Это город Новороссийск финансовое управление. Просто работники финансового управления участвовали как раз по азбуку, про которую я говорил. Они сделали азбуку бюджета. Уникальная, конечно, вещь. Третье место в федеральном конкурсе заняла Калинина Алика, тоже из города Новороссийска. Она ученица школы номер 26 города Новороссийска. То есть, можно подытожить, что Новороссийск в лидерах, да, получается? Да, на самом деле да. А как министерство оценивает такую ситуацию, как так получилось? Это самый финансово грамотный город у нас получается или как? Нет, у нас финансово грамотные это все, но просто там, так сказать... Больше активных, да, людей? Да, по данному конкурсу они принимают очень активное участие. Вообще у нас Новороссийск во многом вопросе активно принимает участие. И они практически одни из первых ввели в край систему инициативного бюджетирования. Но об этом у нас дальше можем поговорить. Александр Геннадьевич, тема непростая. Бюджет. Не всем это понятно и не всем это даже интересно. Как в Министерстве финансов региона объясняют такую активность конкурсу? И причем вы сказали, что и школьники участвовали. Детям это зачем? Ну, интересуются же дети. Как сейчас же ребенок должен определиться со своим выбором. Вот школьники, которые захотели стать финансистами, они участвуют в этих конкурсах. Информация о конкурсе распространяется посредством интернета. Мы объявляем конкурс, размещаем эту информацию на своем сайте. Размещаем информацию о конкурсе в Инстаграме Министерства финансов Краснодарского края. Поэтому все больше и больше людей узнает. Ну и в муниципальных образованиях проводятся соответствующие рекламы. Ну, одно дело писать, допустим, о полезных ископаемых Краснодарского края, а другое дело о финансовых делах, о бюджете, как он, из чего он состоит и зачем. Вы знаете, я не знаю. Для меня, допустим, намного сложнее ископаемые. Ну, это понятно, потому что вы представляете Министерство финансов. А в бюджет это достаточно все вроде бы как и просто. Нет, ну, а на самом-то деле этот конкурс, он на то и направлен. Для того, чтобы представить бюджет, вот эту сложную всю систему, представить в наглядном виде. То есть это одна из частиц, скажем так, финансовой грамотности. То есть вот эти детские работы, ну, даже я не сказал бы детские, потому что там очень много и взрослых участвует. Эти работы, они позволяют, наоборот, раскрыть тонкости бюджета, тонкости формирования, исполнения бюджета, тонкости бюджетной системы Российской Федерации именно для людей, которых от этого далеки. Простыми и порой детскими способами. Простыми словами, да? Да. А где можно будет увидеть работы, которые победили в конкурсе? На сайте Минфина будут они? Все работы размещены на сайте Минфина Краснодарского края. Вот, есть специальный раздел. И там на сегодняшний день есть ссылка именно на, ну, на главной странице сайта есть ссылка на работы победителей в конкурсе. От себя лично Министерство финансов региона, как-то поощрит, я не знаю, какую-то, может быть, встречу организует с победителями, чтобы сказать спасибо за то, что рассказывает о бюджете доступно и просто и легко. Да, конечно. Мы каждый год проводим встречу с нашими участниками. На эту встречу приглашается общественный совет министерства, на эту встречу мы приглашаем средства массовой информации. Вот, награждаем мы, ну, ценными призами наших победителей. Приглашаем студентов, которым необходимо проходить практику, приглашаем на практику Министерства финансов Краснодарского края. Ну, вот, все понятно, да. И в завершении хочется ваше мнение, как представителя Министерства финансов, услышать, насколько необходимо, чтобы вопрос формирования бюджета региона был таким открытым для населения. Ну, это достаточно важный момент, потому что население, не вдаваясь в подробности, что происходит, бытуют различные очень нехорошие мнения, когда люди говорят, что вот мы платим налоги, а куда они идут, а что с этими происходит. Да, они оседают в каких-то карманах. Но, поверьте, это совершенно не так. И для того, чтобы понять эту всю сложную систему, куда идут деньги, как идут деньги, как вот, допустим, сейчас все гремят о том, что вот НДС увеличили до 20%. Ну, нужно же там разбираться. То есть, нужно понимать, а не на все далеко группы товаров-то увеличен этот процент. Благодарю вас за участие в интервью. Это было мнение Александра Кравцова, первого заместителя министра финансов Краснодарского края. Всего хорошего. Увидимся.